Доброе утро! Качественный продукт. Первое, на что мы обращаем внимание – упаковка. На ней должно быть написано «масло сливочное». Указано «масло растительно-сливочное» или просто «масло» в составе есть растительные жиры. Второе – состав. Он всегда из двух слов – «пастеризованные сливки». Еще одна уловка – надпись «ГОСТ». Имейте в виду, он есть и на маргарин, и на растительно-сливочные спреды. Цена натурального продукта не должна быть ниже 100 рублей за пачку весом 180 грамм. Ведь на производство всего 1 килограмма натурального масла уходит 30 литров молока. Настоящее сливочное масло. На срезе слегка блестящее. Цвет и консистенция однородные. Пористость говорит о наличии в составе растительных жиров. Цвет масла может быть от молочно-белого до насыщенно-желтого в зависимости от времени года. Но на его качество это никак не влияет. Обзор цен на продукты питания в городах Приморья. В среднем килограмм сливочного масла во Владивостоке стоит 740 рублей 25 копеек. Это на 25 рублей дороже, чем в Уссурийске, и на 63 рубля больше, чем в Находке. Выгоднее покупать масло в Спаске Дальнем. Оно обойдется почти на 68 рублей дешевле, чем в Краевой столице. Прямо сейчас отправляйте свои интересные идеи и лайфхаки нам на WhatsApp. И мы расскажем о них в следующих выпусках. А пока продолжаем пополнять нашу корзину. Сегодня я отправилась за город в гости к Людмиле. Она любит заниматься цветами и обещала поделиться со мной кое-какими секретами. Людмила, добрый день. Здравствуйте. Ой, господи, вступила. Что, значит, работы в саду отменяются на сегодня? Да нет, нет. Я очень, как говорится, подвижный человек, но надо полечиться немножко. Конечно, покажите, как вы восстанавливаетесь. Мне очень интересно. Идемте, покажу. Вот у меня такая маленькая сумочка. Моя помощь. Алмак Плюс. Очень компактная, очень удобная. На природу взять с собой. А в каких случаях вы его используете? От растяжения, от радикулита, от мышцы, если потянешь где-нибудь. Очень удобная штучка. Сейчас я вам покажу. Чехольчик. В чехольчик складываются вот эти штучки магнитные. И потом на больные места прикладываются. Больному у меня стоп приложила. Включите, пожалуйста, в розеточку. Про магнитотерапию я много слышала. Вот у меня подружка в Шмаковку съездила. Приехала оттуда довольная, все нормально. Но не наездивайся постоянно. В поликлинику не находишься. А вот эта вещь очень хорошая, маленькая, компактная, удобная. То коленочка заболела, то поясница заболела. Приложил. Очень хорошо. Действительно удобно. Я смотрю, тут инструкция подробная есть. Сейчас посмотрим. Все так подробно расписано. О, у Алмага Плюс есть два вида полей. Переменная и постоянная. Есть три режима, в том числе и для малышей. Основной режим работает на процесс восстановления, ускоряет кровоток, уменьшает боль, нормализует обмен веществ и кровоснабжение сустава, межпозвоночного диска, мышечных тканей и ускоряет доставку лекарств. Таймер срабатывает, очень удобно. Сам выключается. А сейчас вот я на коленочке кладу вот такие вот штучки, фиксируют специально. Можно телевизор смотреть, может выходить. Удобно и просто. Людмила, благодарю вас за мастер-класс по быстрому восстановлению. Спасибо. У вас есть огород, дача или сад? Тогда берите на заметку наши полезные советы. Опытные садоводы умеют позаботиться о саде и при этом сэкономить время и деньги. Я тоже так хочу научиться, поэтому отправилась в мега-дискаунтер цветов и подарков. Первое, мимо чего я не могу пройти, это хвойники. Привлекают они меня внешним видом, конечно же, но это не единственный их плюс. Они довольно неприхотливые, очищают воздух и остаются зелеными круглый год. Особенно хороши зимой. В это время они главное украшение любого участка. Кроме того, хорошо сочетаются с деревьями других пород, цветами, камнями или газоном. Ель, можжевельник, туя, сосна. Смотрю и не могу определиться. Очень трудно выбрать, кто из них привлекательнее. Я точно знаю, что без цветов мне сад не в радость. Лично я на участке только бы одни цветы и выращивала. И для всех тех, кому некогда возиться с рассадой, здесь раздолье. Выбор очень большой. Многие уже цветут. Петунии, бархатцы, бегонии, турецкая гвоздика. Всего и не перечесть. Рассада сильная, свежие, сорта проверены и адаптированы. Если нет участка, то хорошим решением станет кашпо, которое здесь сразу же можно и подобрать, как и грунт подходящий и удобрения нужные. Если хочется добавить уюта, то стоит присмотреть симпатичную декоративную фигурку. Особенно их любят дети. Симпатичные, но все же увлекаться не стоит. Важно помнить, что садовая фигурка хороша тогда, когда вписывается в общий дизайн и подчеркивает его особенности. Пока я выбираю все только красивое, а надо бы еще и полезное присмотреть. Если хочешь, чтобы работы в саду не были столь утомительны, то нужно подобрать правильный инвентарь. Инструменты для стрижки деревьев, прополки, рыхления, полива, мегадискаунтере, в дискаунтере есть практически все, что может понадобиться дачнику. Находившись и утомившись от огромного выбора, понимаешь, как важен отдых. Для обустройства уютных уголков на участке хороша мебель из ротанга. Стильные, практичные, легкие столы, стулья, лежаки, шезлонги и кресла не требуют особого ухода. Не боятся дождя и солнца. Особенно хороши вот эти кресла-качели. Ну что ж, я свой выбор сделала, нашла то, что мне нужно. А вы успели подготовиться к дачному сезону? И напоследок добавим уюта в домашний интерьер. Хороший диван не только стильный, но и функциональный предмет интерьера. Не следует забывать, что на него приходится серьезная нагрузка. А значит, выбирать нужно внимательно. Ориентироваться лучше на производителей с именем. Например, мебельная фабрика «Анюта» 30 лет создает надежную мебель. Богатый опыт позволяет ориентироваться в предпочтениях людей, совершенствовать технологии и удерживать доступные цены. При производстве используются сырье и материалы проверенного качества от ведущих российских и зарубежных производителей. Особое внимание уделяется экологичности материалов. Поэтому вместо ДСП для всех перекрытий и несущих конструкций используется березовая фанера и высушенный брус хвойных пород. Долгий срок службы обеспечивается качеством всех составных частей. Обивки каркаса наполнителя и механизма трансформации. Используются независимые и зависимые пружинные блоки. Но лучше всего себя зарекомендовал пенополиуретан марки HR с неоднородной структурой ячеек. Малые вступают в работу при небольших нагрузках, а при их возрастании работают крупные. Благодаря этому хорошо держится форма и сохраняется воздухопроницаемость. Таким образом достигается высокая эластичность и более долгий срок службы. Этот материал не выделяет пыль и не подвержен плесени. Между пенополиуретаном и обивкой находится терморегулирующий слой из силиконизированного синтепона. Эта объемная воздушная подушка позволяет обивке дышать и придает пышность. Благодаря этому ткань хорошо восстанавливается даже в местах повышенной нагрузки. Разнообразие обивочного материала обеспечивают поставщики из Америки, Канады, Израиля, Турции и Китая. Основной акцент технологи делают на надежности качества. Поэтому используются механизмы одной из крупнейших компаний Комкор, разработанные с учетом специфических требований российских клиентов и отражающие последние тенденции в мире мебели. Это обеспечивает долголетнюю эксплуатацию дивана, удобство и легкость в использовании. Дельфин, двойной свиток, шагающая еврокнижка, финка люкс. Такое разнообразие механизмов позволяет найти наиболее удобный. Также немаловажно, что все выкатные части мебели оснащены обрезиненными роликами, обеспечивающими сохранность полового покрытия. Каждой модели дивана можно подобрать кресло, кресло-кровать, пуф, а также различные аксессуары. А при изготовлении на заказ изменить размеры понравившейся мебели по своему желанию. За помощь в организации съемок благодарим мега-дискаунтер цветов и подарков. Мебельную фабрику «Анюта», телефон 263-12-19. Продукцию Елатомского приборного завода спрашивайте в аптеках города и края. Субтитры подогнал «Симон»